Жители Уткиной заводи написали петицию губернатору. Они требуют обеспечить микрорайон детскими садами в пешей доступности. Елена каждый день встает в 5 утра, чтобы отвезти ребенка в детский сад Московского района. Прямо под окнами у Елены новый сад на 150 малышей, но его не могут достроить уже несколько лет. Работы начали в 2014-м, сдать объект планировали через год. Однако спустя несколько месяцев работы остановили. Просто не уверена, что нам дадут садик здесь, потому что многие мамочки годами ждут перевода и его не дожидаются. Дети уже идут в школу просто. Из-за того, что подрядчик не укладывался в сроки, комитет по строительству расторг с ним договор. Жители забили тревогу, писали районным чиновникам, депутатам и даже президенту. Теперь будут ждать ответы от губернатора. После одного из наших писем был ответ, что в втором квартале 2017 года сад будет сдан. Но вот уже месяца три я не вижу, чтобы рабочие какие-то работали там. Тем временем микрорайон активно застраивается. После сдачи очередных домов население здесь увеличится в три раза. Сейчас в этом жилом массиве работает только один детский сад. Да и тот переполнен. Но этим проблемы жителей Уткиной заводи не ограничиваются. Добраться до единственного микрорайона детского сада с дальних домов можно лишь вот по этому мосту. Пешеходная дорожка здесь очень узкая. И чтобы как-то разойтись, приходится спускаться на проезжую часть. Да и с освещением здесь проблема. Люди говорят, что фонари, которые временно установил застройщик, не всегда работают. Впрочем, специалисты комитета по строительству уверяют, к 2020 году микрорайон кардинально преобразится. Власти обещают реконструкцию Русановской улицы и новый мост через реку Утка. Что касается объектов социальной инфраструктуры, в ближайшие годы здесь хотят построить школу, поликлинику и два детских сада на 180 мест каждый. Также в данном микрорайоне существуют зарезервированные земельные участки, далее под строительство детских садов. Эти участки есть, они застройки не подлежат, они зарезервированы и по мере развития микрорайона будут также осуществляться строительство. Что касается садика долгостроя, его планируют сдать в декабре. Но жители уже не верят прекрасным картинам, которые рисует комитет по строительству. Они знают, обещанного ждут три года. Поэтому продолжают собирать подписи. Субтитры создавал DimaTorzok